Ростов сегодня это снова снегопад и продолжение очистки улиц и тротуаров и новые перспективы сотрудничества нашего региона с вьетнамской провинцией. Это годовщина волонтерского проекта «Мы вместе с Донбассом», с общероссийским семинаром для региональных штабов и гумпомощь бойцам СВО в виде сухофруктов от таджикской автономии и берцев от обувного предприятия. А также драка до стрельбы в торговом центре, ликвидация ОПГ, незаконно обналичивший миллиард и ДТП с гибелью семилетнего мальчика и пенсионерки. Ростов сегодня это все-таки победное завершение межсезонья у футбольного Ростова разгромом Арарата Армении, а еще это победа баскетболисток Пересвета Юфу над богиней победы, закрытие хоккейного сезона седьмым поражением подряд, но напоследок все-таки от лидера и мокрый снегопад с ветром после ночного мороза за окном. На Первом Ростовском информационная программа «Ростов сегодня» и ведущий Дмитрий Сумской. Здравствуйте. Коммунальщики продолжают разгребать последствия снегопада, тем более что в феврале подсыпает новые порции. За последние сутки с ростовских улиц и тротуаров вывезли больше трех тысяч тонн снега. Город чистили полторы сотни спецмашин и полтысячи уборщиков. При этом на скользкий асфальт высыпали почти две сотни тонн противогололедных реагентов. Вы довольны качеством уборки снега в городе? Да, конечно. Убирают, вижу, ездят машины постоянно, проезжают, убирают снег. Ну, дорожки прочищают. В данном районе нравится. Здесь чисто, ходить можно, вовремя почищено, чего в других местах, но не здесь. Я, в общем, не ростовчанка, я не наблюдаю. Ну, мне нравится, конечно. В основном коммунальные службы, я думаю, справляются с своей задачей и чистят снег хорошо. Городская администрация просит водителей и пешеходов быть аккуратнее. Мокрые осадки продолжаются, а ночью все тающее может подмерзнуть. Синоптики обещают небольшой, но минус. Ростовская область и вьетнамская провинция Бария-Вунгтау договорились составить новое соглашение о сотрудничестве. Встреча донского губернатора с председателем Народного комитета провинции стала частью официального визита делегации Совета Федерации России в Социалистическую Республику Вьетнам. Ростовская область и провинция Бария-Вунгтау также имеют давнюю историю. Это история партнерства и близких отношений. Еще в 2000 году было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Теперь пришло время соглашения обновить, отметил Василий Голубев и предложил составить новый документ. Среди направлений сотрудничества о формировании экспортно-импортного логистического коридора между портами Азов и Хайфон, взаимодействия в научно-технической и образовательной сферах. Вьетнамская сторона инициативу нашего губернатора поддержала. За помощь беженцам, жителям новых российских регионов, участникам спецоперации и их семьям полторы сотни волонтеров региональных штабов мы вместе получили государственные награды. Вручил их замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, но церемония награждения это только часть общероссийского семинара для волонтерских команд. Сегодня ей исполнилось 72 года, но день рождения она отмечает не с семьей, а в Донецкой клинике, помогая раненым бойцам. Наталья Пасека просилась на передовую, но сначала ее пустили только в Луганск. Потом уговорила о народный фронт и отправилась ближе к фронту. Там лежат в основном ребята, жители Донецка и окружающих населенных фронтов, поэтому практически возле всех тяжелых больных есть родственники, которые за ними ухаживают. На мою долю выпало те, кто нуждается в помощи, кого нет рядом близких. Первый штаб «Мы вместе с Донбассом» создан ровно год назад. Общероссийское движение, зародившееся в пандемию коронавируса, переориентировалось тогда на помощь беженцам. В Донбассе волонтеры работают по самым разным направлениям. Всевозможная гуманитарная помощь, содействие в восстановлении жилья и так далее. Не обошлось без волонтеров-медиков, которые тоже внесли очень серьезный вклад в том, чтобы оказать помощь людям и в Мариуполе, и в других населенных пунктах. В этой помощи люди нуждались прям остро. И здесь, безусловно, такая систематизированная работа, в целом гуманитарная миссия «Мы вместе», она смогла обобщить эту работу, направить и распределить усилия по всем направлениям, где узко, где тяжело. Нуждается сегодня Запорожская область в продолжении этой работы, потому что за молодежь надо бороться. И та молодежь, которая сегодня, кому 12-16 тинейджеры, это та категория, которая, к сожалению, сидит в интернете. Люди часто смотрят украинские каналы, потому что они рождены были при той стране, которой сегодня уже не существует, Украины. Поэтому надо понимать, что за них надо побороться. И одно из важнейших в этом вопросе направления – это волонтерство. Общероссийский семинар региональных штабов «Мы вместе» собрал в Ростове две сотни волонтеров. Награды особо отличившимся, почетные грамоты, благодарственные письма президента России, медали за отвагу, ордена дружбы, вручил первый замруководитель администрации президента Сергей Кириенко. Почетные грамоты президента Российской Федерации награждается Александр Сергеевич Никитичкин. «Мы вместе» сейчас – это 250 тысяч волонтеров, больше трех тысяч штабов по всей стране и собранные для бойцов и мирных жителей 10 тысяч тонн ГУМ-помощи. Я хочу сказать огромное спасибо Ростовской области, и губернатору, и руководству, и всей команде, потому что Ростов стал, не случайно сегодня здесь, Ростов стал таким вот центром, который через себя все регионы шефы, через Ростов, все волонтерские команды через Ростов, на самом деле без такой масштабной самоотверженной работы всей команды Ростовской области мы никогда не справились с тем объемом работ, который сделал волонтерский центр. Мы вместе за это время. За все время в Ростовскую область, через Ростовскую область прошло более 4 миллионов беженцев. У нас в этой работе приняли участие более трех тысяч волонтеров. Вообще нужно сказать, что волонтерство на данном очень активно развивается. У нас всего в волонтерскую деятельность вовлечено более 217 тысяч ребят. Волонтеры у нас работают сейчас не только здесь, на складе гуманитарной помощи. Мы также занимаемся помощью семьям мобилизованных. Волонтеров поблагодарили в Рио глав четырех новых регионов. Также в семинаре была образовательная программа, а завершился он концертом Дениса Майданова. Дарья Агаркова, Елена Ребжанова, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. 700 килограммов сухофруктов отправлены в Донбасс в качестве витаминов. За доставку этого гуманитарного груза взялись две организации – «За жизнь» и «Ростовский казачий союз». А собрала его ростовская таджикская община. «За жизнь» и «Во имя жизни» работает эта общественная организация. Процессом руководит жена военнослужащего, организует сбор всего необходимого для бойцов в зоне СВО. Муж на передовой, а Аделя вдохновляет на подвиги добрыми делами. Я, конечно, первое время очень сильно страдала, как, естественно, в каждой семье это происходит. Но я решила, что я эту энергию буду девать не в слезы, истерики, переживания, а все-таки создать группу и попытаться помочь нашим ребятам всем тем дополнительным, чем мы можем». Для сбора помощи создала телеграм-канал. В этот пункт привозят все, что может понадобиться – от лекарств до тепловизионных прицелов. А сегодня к отправке готовят восточные сладости. «Наша цель – это поддержать ребят сейчас современной техникой, то, что мы называем их глазами. Это квадрокоптеры, тепловизоры, это прицелы тепловизионные. И, естественно, то, что, опять-таки, хочу повторить, то, что сейчас мы получили гуманитарную помощь в виде сухофруктов, орешков и всех вот этих витамин. Это очень хорошая помощь, потому что, когда ребята идут на передок, когда они идут в бой, порой у них не всегда есть возможность что-то перекусить, а так кармашки набьют». «Наверное, нет на Дону предприятия, учреждений или учебного заведения, которые остались бы в стороне от участия в помощи Донбассу. Сегодня в Ростове работает несколько общественных организаций по сбору и доставке гуманитарной помощи как военным, так и мирным жителям Донбасса, в особенности детям. Члены правления Таджикской национально-культурной автономии ВАТАН решили внести свой вклад. Груз с сухофруктами сегодня отправляется на Донбасс, ведь именно в зимний период очень важны и нужны витамины». «У нас в Диаспоре нет тепловизоров, нет там некому вязать теплые носки. Мы сделали по-другому. Мы привезли 700 килограмм вкусностей. Это и курага, это и изюм, это и чернослив. Это продукты, в которых огромное количество витаминов. Они помогут и раненым бойцам, и детям, которые любят сладкое». «350 килограммов отправляют за жизнь. Еще столько же привезли в сборный пункт Ростовского Казачьего Союза». «С большим удовольствием и даже с волнением воспринял решение наших молодых людей, членов правления нашей национально-культурной автономии Таджикской. И поддерживаю их стремление и желание оказать помощь Донбассу. Что очень важно, эта акция происходит в канун Дня защитников Отечества». «Мы надеемся, что наши продукты – сухофрукты из солнечного Таджикистана понравятся нашим воинам и детишкам». Ошшават! Приятного аппетита желают представители таджикской автономии. И обещают собрать бойцам еще фиников, кураги и других витаминов. Роксана Базазян, Юрий Санкин, Первый Ростовский. Сшить берцы и отправить участникам СВО. Такую гуманитарную помощь бойцам решила оказать ростовское обувное предприятие. С кожей помогли партнеры из Нижегородской области. Со всем остальным наши производители справляются своими силами. «Мы собираем готовые детали, которые уже откроили в закроенном цехе. Сострачиваем, собираем, сострачиваем». На кропотливую работу уходит много сил, в том числе душевных. Ведь каждое изделие хранит тепло рук мастера, говорят обувные специалисты. Но в этот раз к делу подходит с особым трепетом и ответственностью. Ведь спец обувь шьют для бойцов СВО. «Здесь собрались люди, которые очень любят свою профессию. И мы помимо того, что мы вкладываем в свои руки свой труд, мы вкладываем в душу тоже. А как же? Сейчас мы делаем берцы для наших ребят, которые воюют. В общем-то, защищают и нас всех. Поэтому мы чем можем, помогаем». Ростовское обувное предприятие «Бекар» взялось помогать тем, на чем специализируются. Идею сделать берцы для военнослужащих предложили партнеры – кожзавод из Богородска. «Они нам предложили поставить кожу безвозмездно для изготовления берец. Но в берцах мы не были сильны, потому что мы их не производили никогда. С нашей командой мы перестроились, построили несколько моделей и предложили данные модели на изготовление. В свою очередь нам дали заказ, определенное количество пар, и мы согласились его произвести». Чтобы выполнить заказ, пришлось даже отложить основную работу и направить все силы на новую задачу. А вообще специализация предприятия – мужская и женская обувь для разных сезонов. Но сейчас туфли и ботинки на паузе. Нужно успеть с боевой обувкой. Сырье помимо кожи закупили на свои деньги. Подклады, меха, текстиль, подошвы. Считая помощь фронту своим гражданским долгам. «Еще одно предприятие, малое предприятие. Ростовский производитель наряду со своей основной номенклатурой освоил производство специальной обуви для участников СВО. Наши военные забрали хорошую, качественную обувь, произведенную на высокотехнологичном современном оборудовании». Первая партия – 230 пар уже отправлено в зону СВО. А вообще предстоит пошить почти 1400 пар берцев. Справиться с заказом предприятие обещает до конца месяца. Татьяна Цепелева, Виктория Щетинина, Первый Ростовский. Утвердить на государственном уровне единую дату памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время. С таким предложением обратилась к президенту России региональная поисковая общественная организация «МИУСФронт». «Более 20 лет мы занимаемся поисковыми работами не только на полях сражений, но и в местах массовых захоронений мирного населения, которые были уничтожены немецко-фашистскими захватчиками в годы оккупации. В настоящее время мы ведем работы в центре Ростова-на-Дону в парке авиаторов, где были расстреляны более 2000 ростовчан. Такая работа ведется и в других регионах России». Датой предложена 19 апреля, когда по инициативе общественных организаций отмечается День единых действий в памяти о геноциде советского народа нацистами. «Учитывая вышесказанное, предлагаем вам рассмотреть возможность утверждения на государственном уровне 19 апреля, единого дня памяти жертв геноцида мирного населения нашей страны в годы войны. Мы также предлагаем этот день вспоминать и о жертвах среди мирных жителей Донбасса, пострадавших от геноцида нацистов Украины в 2014 по 2023 годах». Устроившего драку со стрельбой в Ростовском торговом центре ищет полиция. Было это в пятницу в ТЦ «Орбита» на Королево. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как двое посетителей центра сначала поругались, а потом исцепились в борцовской схватке. Один повалил другого на пол, к борьбе подключилась охрана, но усмирить разъяренного дрочуна не удалось. Тот несколько раз ударил в лицо охранника, а потом достал травматический пистолет, выстрелил и только после этого удалился. По информации очевидцев, стрелял мужчина из пистолета ОСА. Пострадали в схватке два человека. По данному факту проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В данный момент проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к совершению преступления. Миллиард рублей обналичила банда финансовых махинаторов и на этом ее деятельность пресекли сотрудники ФСБ и полиции. Участники ОПГ переводили безналичные деньги в наличные, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организаций или физлиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера прибыли. Таким образом, на расчетные счета подконтрольных членом ОПГ юрлиц от заказчиков поступило больше миллиарда рублей, которые использовались для незаконных банковских операций. За услуги участники группы брали комиссию 6-13% от перечисленной суммы. Оперативники провели три десятка опысков в домах и офисах фигурантов в Москве и Ростовской области. Изъяты компьютерная техника, банковские карты, печати 20 лжеорганизаций и налоговых инспекций. Два участника ОПГ под стражей и еще двое под домашним арестом. Семилетний мальчик погиб в ДТП, пенсионерка позже скончалась в больнице. Авария случилась в 11 утра субботы на автодороге Ростов-Таганрог, граница с ДНР. По информации ГИБДД, 41-летний водитель кроссовера пошел на обгон большегруза с полуприцепом, но явно не вовремя. В это время по встречке ехала Лада Веста. От лобового удара семилетний мальчик в Ладе погиб на месте. Заметим еще одно грубейшее нарушение. Он ехал на заднем сидении без детского кресла, а и даже не был пристегнут. Еще один ребенок, 5 лет, сидел впереди в удерживающем кресле и выжил. Он и 37-летний водитель с травмами в больнице, виновник аварии, его 64-летняя пассажирка, тоже были госпитализированы. Пенсионерка уже в больнице умерла. Больше тысячи жизней спасли пожарные Ростовской области за 12 лет существования противопожарной службы. В день рождения, как положено, подводят итоги и планируют будущее. А в планах – строительство еще пяти новых пожарных частей. Деньги на них уже выделены, соглашения подписаны. Заря 65, я БЛАД 243. Проверка связи. Слышу вас хорошо. Прием. Рабочий день пожарного расчета начинается проверкой связи. Начальник караула Михаил Долженков в профессии недавно, второй год. Пожарным стал, когда вышел на пенсию в полиции. Пришлось многому учиться, осваивать оборудование и технику, хотя суть профессии общая – помощь людям. Морально-деловые качества, конечно, на пожаре. Ты должен соответствовать этому, принимать решения. Понимаете, это все тоже связано с риском для жизни. То бишь, основная задача, что пожарная охрана, что в полиции – это жизнь и здоровье граждан, также их имущество. 243-я пожарная часть расположена в сельской местности, а значит, большинство пожаров в ее зоне ответственности ландшафтные. И в борьбе с ними особенно важна профилактическая работа, в том числе со школьниками. 19-я Александровская школа в пяти минутах ходьба от пожарной части, и ее ученики здесь частые гости. Вот лестница штурмовая. С ее помощью, в принципе, можно подняться на любой этаж. С помощью вот этого крюка она закрепляет по подоконник выше верхнего этажа. Экскурсию проводит начальник пожарной части Дмитрий Домченко в пожарной с почти 30-летним опытом. Детям интересно все – инструменты, техника, служебные байки и, конечно, пожарная машина. Всем нужно залезть в кабину и что-то спросить. Как надо столько кнопок запомнить, знать каждое? Для этого нас обучают. А сколько вы работаете пожарной? С момента ее открытия. А можно спросить? А это что? Это подкачка колес. Можно на ходу подкачивать. Примерить костюм пожарного – отдельный аттракцион, не менее захватывающий. Сабрина Балаян старается уложиться в норматив, но для этого, конечно, нужна сноровка. Форма тяжелая, да и размер пока большеват. Но карьеру юриста школьница больше не планирует и мечтает стать пожарным. Уже все разузнала – на тушение пожаров девочек не берут, а вот другая работа в этой сфере найдется. Нам рассказали обо всем, как работает это все, нам показали. Мне очень понравилось. Я узнала, как работает пожарная машина, мне было очень интересно. Мы переодевались в специальные костюмы. Это такие ощущения неожиданные. Мне экскурсия очень понравилась. Я узнала, что быть пожарным – это очень тяжело. Там очень много тяжелого, форма тяжелая. Я не представляю, как они бегают. Они, наверное, богатыри. После этой экскурсии будущие юристы, учителя и даже одна певица решили изменить свою жизнь. Теперь весь класс хочет тушить пожары. Хотя профориентационная работа службы нацелена на старшие классы, а с младшими – акцент на противопожарной безопасности. Как и с местными жителями и заведениями, пожарные раздают листовки и проводят беседы. Также ежемесячно, согласно графика, проводятся занятия на социальных объектах. В ходе этих занятий отрабатывается действие персонала именно объекта по эвакуации из зданий в случае пожара. Проводится обучение персонала пользованию первичными средствами пожаротушения. 239-я пожарная часть находится в городе, в Платовском микрорайоне Ростова. Здесь машины немного другие, а лестницы длиннее для работы в многоэтажках. Есть свои музей и спортзал. Ежедневно проводим занятия, профессиональные нормативы отрабатываем, а также общая физическая подготовка, которая включает в себя также и бег, и турник какой-то, подтягивания, брусья. Также у нас есть специальные тренажеры, которые довольно-таки хорошие, можно различные комплексы силовые выполнять. Каждый год проводятся соревнования пожарных частей, а их в области 52 и становится все больше. В прошлом году построили три, а в этом планируется запустить еще пять. В этом году, в текущем, мы также продолжаем эту работу и планируем построить еще пять пожарных частей. Это Азовский район, Багаевский, Константиновский, Матвео-Курганский и Кашарский район. Таким образом будет обеспечена защита еще 59 населенных пунктов от пожаров. Новые пожарные части, разгрузя существующие, помогут быстрее добираться к местам возгораний. И еще немного цифр. За 12 лет донские пожарные совершили 108 тысяч выездов и спасли больше 1100 человек, 300 из которых – дети. Анастасия Мартынова, Владимир Савилов, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Донские казаки участвуют в спецоперации и отправляют гуманитарную помощь. Без них не обойтись в операции Путина и в воспитании патриотизма. А казачье образование начинается с детсада и непрерывно продолжается до вуза. Именно на образовательные учреждения, а также казачьи дружины ушла большая часть выделенных в 2022 году денег на стратегию госполитики в отношении казачества. Говорили об этом при подведении итогов работы областного департамента по делам казачества. Казачье образование – это, конечно, в первую очередь кадетские корпуса. Но далеко не только они. Система непрерывного казачьего образования с детсадами, школами и вузами работает и расширяется. По реализации стратегии госполитики в отношении казачества на департаменте Ростовской области в 2022 году было выделено более 1,1 млрд рублей, которые в основном были направлены на систему казачьего образования и казачьей дружины. Система образования у нас включает и кадетские корпуса, и профессиональные училища, которые финансируют за счет бюджета области. На сегодняшний день у нас 671 учреждения. Это детские сады, школы, кадетские корпуса, профобразования. И вот, соответственно, мы подключили сюда высшую школу, потому что без высшей школы нам двигаться будет очень трудно. Сегодня у нас подписаны дорожные карты с шестью вузами юга, главными вузами юга России. С начала спецоперации казаки принимают в ней активное участие как добровольцы. Собирают гуманитарную помощь и товарищам по оружию и жителям новых российских территорий. А еще помогали обеспечить порядок во время референдумов, охраняли пункты временного размещения беженцев. Казачьи дружины помогают тушить крупные ландшафтные пожары, булются с браконьерами, уничтожают плантации конопли. При подведении итогов годовой работы областного департамента по делам казачества говорят и о планах на 2023-й. Тем более, что он объявлен годом атамана Платова. Празднование 270-летия героя войны 1812 года, основателя столицы казачества Новочеркасска, будет широким. На территории Ростоволоси уже сформирован областной план проведения мероприятий. Их будет очень много, в том числе сформированы муниципальные планы. И все мероприятия будут проведены в срок и очень качественно. Я больше всего в этом чем уверен. Поэтому никому расслабляться не приходится. Все у нас впереди. И работа большая нас ждет в этом 2023 году. А еще казаки, конечно же, пройдут по Красной площади в составе Парада Победы. Галина Белоусова, Роман Корх, Первый Ростовский. Правление Ассоциации и Совет муниципальных образований Ростовской области собралось на заседании в Когольнике. Говорили о работе органов местного самоуправления по совершенствованию финансового контроля, обсудили план работы на этот год и подписали соглашение о сотрудничестве Совета с контрольно-счетной палатой. В результативном использовании бюджетных средств – вот основная цель. Соглашение об усилении взаимодействия подписали Совет муниципальных образований и контрольно-счетная палата области. В июле 21-го внесены существенные изменения в федеральный закон о внешнем финансовом контроле на уровне муниципальных образований. В 22-м начали формировать муниципальные контрольно-счетные палаты. Уже создано 35. Остальные работают с областной КСП. «Было принято решение о передаче полномочий в контрольно-счетную палату субъекта, то есть нам, палату. Таких 15 районов приняли решение самостоятельно. Они приняли решение на уровне представительных органов, взвешивая свои возможности – кадровые, финансовые. Ну, это в большей степени, конечно, значительно район, имеющий существенную дотацию из областного бюджета. И два городских округа – Гуково и Донецк». Глава Минфина рассказала представителям органов местного самоуправления о заключении соглашений на субсидии из областного бюджета и необходимость освоить эти деньги вовремя и качественно. В текущем году субсидийные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения, по которым необходимо было заключить соглашение, предусмотренное бюджетом муниципальных образований в объеме 44 миллиардов рублей, из которых средства областного составляют 25,5 миллиарда. В январе Василий Голубев определил задачи муниципального управления на этот год. Местным бюджетом запланировано выделить почти 142 миллиарда рублей. Муниципалитетам предусмотрены дотации и субсидии в общем объеме 47 миллиардов рублей. Минфин Ростовской области проводит единую бюджетную политику на всей территории Ростовской области, и все муниципальные образования, имея собственные бюджеты, должны правильно ими распоряжаться, относиться ответственно со знанием бюджетного законодательства, налогового законодательства. Также на заседании правления Ассоциации Совет муниципальных образований Ростовской области обсудили создание центров детских инициатив, поддержку организации движения первых, работу органов местного самоуправления по совершенствованию финансового контроля, план работы Ассоциации на этот год. Цель нашей Ассоциации Совета муниципальных образований по самым сложным вопросам, которые возникают в процессе работы, мы обсуждаем, собираемся и принимаем решения. Доводим это обязательно до уровня области. Правление Совета побывало на базе Южного научного центра Российской академии наук, где проводят биологические, географические, океанологические, археологические исследования и посмотрело экспозицию музея казачества, этнографии и культуры Приазовья. Екатерина Лободина, Юрий Лешко, Первый, Ростовский. Абсолютного победителя конкурса старшеклассников «Ровесник-2023» определили в Ростове. Восемь представителей каждого из районов показывали физическую подготовку, готовили исследования о городе и создавали творческие номера. Болеть за своих пришли сотни зрителей с сердцами и транспарантами. Старшеклассников судят по мастерству рукопашного боя и общей физподготовке. Отжимания, челночный бег, плавание, подтягивания, в общем, все, что входит в комплекс ГТО. Но даже идеальная спортподготовка не гарантирует победы. А победитель должен быть хорош, универсально. В этом году конкурсанты впервые выполняют задание на тему «Скажи, коррупции нет?». Потом нужно рассказать о Ростове и своем районе, оценить промышленность, научный потенциал и достижения. Крупнейший производитель сельхозтехники «Российмаш». Ростовский электровоз и ремонтный завод. Гигант вертолетостроения «Росвертов». Есть место и творчество. На этапе, с чего начинается Родина, рассказывают патриотические стихи, танцуют, поют и креативят. За трогательную песню об отце и проникновенное слайд-шоу 11-классник 20-го лицея Назар Кашевой получает спецприз Совета отцов. Отмечены и все остальные участники. В номинациях «Молодежные инициативы», «Будущий защитник Отечества», «Молодежный лидер». Но главный приз все же один и абсолютным победителем объявили ученика юридической гимназии Миниспиранского Ивана Золотухина. Конечно, это хорошая стартовая площадка для наших ребят. Потому что здесь они состязаются не только в своих физических способностях, в том или ином виде спорта, но они и показывают свои интеллектуальные знания. Для нас это важно, потому что мы сегодняшнее образование нацелено на то, чтобы воспитывать гармонично развитую личность. Конкурс «Ровесник» проводится уже 8 лет и служит разносторонним и активным старшеклассникам, своеобразным социальным лифтом. Юлия Карасюк, Николай Кубышкин, 1-й Ростовский. Гвардии старшина Борис Журавлев погиб в марте 22-го года в Мариуполе. Посмертно удостоен звания Герой России. На его родине в Багаевском районе провели турнир по грэплингу и смешанным единоборствам. В клетку вышли 98 юных спортсменов. Турнир по грэплингу и смешанным единоборствам в Багаевской начинается гимном страны. И не только потому, что это спортивные соревнования. Тут еще один патриотический момент. Посвящены они памяти героя России Бориса Журавлева. Спецназовец погиб в зоне специальной военной операции в Мариуполе. Не знаем, как насчет учебы, а победы в спорте не заставили себя ждать. Схватки шли жаркие, только самые ловкие, сильные и опытные заслужили чемпионские пояса. Это мои 43-е вроде соревнования, поймала. Каких успехов? Ну, у меня 43 медали, 23 вроде первых и 12 вторых. К слову, грэплеры и бойцы смешанных единоборств нашего региона – важная часть сборной Южного федерального округа. А Багаевский район, где родился герой России Борис Журавлев, принимает турнир подобного уровня в первый раз. В этом зале много раз проходили турниры по боксу, по кикбоксингу, но вот эти вот уникальные дисциплины, они наиболее приближены к жизни сегодня. И в большой интерес вызывают молодежи, потому мы с целью популяризации этих видов направлений спорта решили провести турнир. И не в последний раз. Турнир решено сделать традиционным. Иван Полехин, Андрей Тогарев, Первый Ростовский. Спортивные новости сегодня в целом хорошие. Расстраивает только досрочное завершение хоккейного сезона. Но с этим мы уже успели смириться. А вот футболисты и баскетболистки порадовали, причем девушки довольно неожиданно. Спортивный обозреватель Марина Черных покажет все в подробностях. Да, Пересвет Юфу играл с сильнейшей командой нижней части таблицы. Ника возглавляет вторую шестерку. Но наши девушки смогли убежать вперед и удержаться в роли лидера. Но начнем давайте с другого вида спорта. Футбольный сезон возобновляется на этой неделе. Сначала перезапускается розыгрыш Кубка страны. Наши футболисты ждут в гости Урал. А на прощание с межсезоньями и сборами Ростов сыграл с клубом Арарат Армения, который занимает в чемпионате своей страны второе место. Футбольный Ростов входит в сезон с победой. В последнем контрольном матче крупно обыгран клуб Арарат Армения. Не путать с просто Араратом. На исходе получаса игры нашего игрока сбили в штрафной. И Байрамян точно ударил в левый угол. Вратарь не дотянулся. А перед самым перерывом наши успешно разыграли штрафной. Подача. Голенков поборолся в воздухе. И тут за атакующее дело взялись защитники. Мяч отскочил к Прохину. Тот пробил поворотом. Но получился пас на Осипенко. И уже тот забил гол. А на восьмой минуте второго тайма счет стал крупным. В быстрой атаке Сухомлинов прострелил на Мельникова. И 3-0. Заметим, что в перерыве Валерий Карпин поменял всех игроков, кроме вратаря Писякова. Ростов уверенно победил. И теперь ждем первого официального матча года. В среду принимаем Урал в кубковом турнире. Травмы подлечили, болезни отошли к матчу с Никой. Наши баскетболистки вполне успели восстановиться и показали совсем другую игру после разгрома от Енисея. И даже концовку, которую обычно проваливают, вытянули. Игры с Никой Пересвету Юфу не давались. И вот прорыв. Наши девушки побежали к победе со старта. Рывок 11-4 сделали в середине первой четверти с двумя подряд дальними попаданиями Масько и Михайловой. Михайлова вообще в этом матче расстрелялась издали и попало 6 трешек. А у гостей 4-х минутный провал на потерях и промахах. К перерыву немного выравниваемся, но приходим впереди 18-14. А во втором отрезке продолжаем набирать очки. И преимущество вырастает до 11 очков. 40-29. Большой перерыв то ли остудил наших девушек, то ли завел соперниц. Забросив на 30-й секунде, мы не попадаем больше 6 минут. И наше преимущество сдулось до 2 очков. Выправляемся со скрипом одним штрафным отдачек. Потом выручает Михайлова точным 3-х очковым. И закрепляет возрождение еще один снайпер этого дня – Гробовская. Так что к последнему отрезку приходим все еще лидируя 50-45. И вот последняя четверть, где ключевым мог стать уход с площадки на третьей минуте осени. Из-за двух неспортивных фолов. Баскетболисткам Нике удается не только сравнять счет, но и выйти вперед на 5 очков. Но концовка прошла по нашему сценарию. В последние три минуты ростовчанки набрали 11 очков, не дав гостям ни разу отличиться с игры. В итоге победа 66-63. Михайлова и Гробовская набрали по 20 очков. Теперь у наших девушек долгий выезд на 5 игр с середины марта по маршруту Омск, Москва, Новосибирск, Красноярск, Цыктывкар. Финишируем с только что обиженной Никой. Ну а теперь к завершению сезона. Хоккейный ростов уступил и в последней игре регулярки. Хотя это неудивительно. Напоследок к нам приехал лидер чемпионата ВХЛ Югра. Наши хоккеисты зачехлили клюшки, не попав в плей-офф и проиграв 7 последних матчей. Это худший финиш ростова за всю историю. У Югры, в отличие от нас, все отлично. Она досрочно выиграла регулярный чемпионат. А Ростов не попал в плей-офф, так что встреча турнирного значения не имела. Но гости начали мощное. Уже через полторы минуты открыли счет. Наши отыгрались быстро, на седьмой минуте в большинстве. Причем по воротам Югры сначала бросил ее игрок, вратарь отбил, а Мергалиев забил на добивании. А потом Суматоха была на пятачке Ростова, и мы снова уступаем 1-2. Нам постоянно чего-то не хватает. И реализация моментов в последние игры особенно показала, что незабиваемые и проигрываемые игры. Ну, везения не хватает, реализации. Все стараются, вроде бьются, но что-то концовка у нас, конечно, смазанная сезоном получилась. В середине второго периода наш вратарь пропустил шайбу в ближний угол. А на третьей минуте заключительного отрезка соперники реализовали выход один на один. А вот и последняя шайба Ростова в сезоне 22-23. Крамаренко в касание мощно бросил в домик голкиперу. Но последнее слово было за Югрой. Снова выход один в один и 2-5. Наш клуб завершил сезон на 20-м месте. Тренер назвал причиной пролета мимо плей-офф материальные трудности. Все в разы выросло в финансовом плане. И переезды, и перелеты, и питание, форма для игроков. То есть, все выросло, причем не в два раза. Бюджет у нас остался тот же, какой был все эти годы. Один. Соответственно, мы не смогли где-то игроков взять дополнительно еще. Очень ограниченный состав у нас был в этом сезоне. Теперь у команды отпуск, но небольшой весенний сбор уже 13 марта. Марина Черных, Первый Ростовский. Всего доброго. До свидания. Февраль чуть расслабился, потек дождем, но быстро вспомнил, что он зима. Сегодня снова полетел снег, хотя и мокрый. Наш метеокор Дина Горбачева по снежинкам и текущим от них ручьям определила, какой будет погода завтра. Ростовчане, всем привет. До весны осталась неделя, а по сегодняшней погоде и не скажешь. Зима напоследок. То ли решила побаловать нас, то ли показать себя во всей красе. А надолго ли такая погода в Ростове, сейчас расскажу из студии. Весна еще в пути. Синоптики обещают на ночь целый градус мороза. То есть, все, что сегодня упало с неба и не успело растаять, замерзнет. Днем снова пойдет снег и опять мокрый, ведь термометры при этом будут показывать 4 градуса тепла. А с юго-запада подует очень сильный ветер. Его скорость 10 метров в секунду. Так что при плюсе на термометрах ощущения могут быть морозными. Атмосферное давление во вторник будет низким 741 миллиметр артутного столба. А влажность высокая 89%. На этом я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Что ж, таким был Ростов сегодня, а каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и в соцсетях. Присылайте свои идеи, наблюдения, фото и видео на WhatsApp. Вся информация, контакты на сайте. В студии был Дмитрий Сумской. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова